Дмитрий Фисенко Меня зовут Варвара Фисенко. Я переводчик и мама двоих детей. Семья для ребенка как отправная точка в отношениях с окружающими и миром. Не получается научить детей, не научившись сначала самому. Мы стараемся жить по Евангелию, а для этого его надо читать. И пришел на заряд, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благоествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленовым освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им «Конечно вы скажете мне присловие «Врач, исцели самого себя, сделай и здесь в твоем Отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо, три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Царепте Сидонской. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Заваулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит «Земля Заваулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом Галилея Языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Приходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симонова, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке, с Заведеем отцом их, починивающих сети свои и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Симонова «Иди на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и напомнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб или ими пойманных. Также Иакова, Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону, сказал Симону Иисус «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. И приходит Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись. Так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Субтитры создавал DimaTorzok